Сейчас у нас речь пойдет все-таки о вот такой достаточно важной теме. У вас вообще вопросы веба, они нормально, в общем-то вы к ним относитесь? Проблемы сталкивались как-то? Слово «тестирование» вам знакомо? Прекрасно. Слово «веб-сайт» вам знакомо? Да. А приложение представляете, что это такое? «Скайп». «Скайп». Все знают, что такое «Скайп». Да, кстати, я представлюсь, у меня зовут Павлов Юрий Евгеньевич. И остался вопрос решить, что вот это такое. Слышали страшное слово? «Страшное слово» я не слышу. «Эргономика» слышали такое слово? «Эргономика»? Да. «Эргономика» вы представляете, что это такое? А вот вам удобно сидеть на стуле сейчас как? «Мне довольно». Так, мышка удобная, в принципе, как? «В принципе, да». «В принципе, да». То есть, в принципе, вы этим можете пользоваться нормально без проблем. Вот. А представьте себе, что стул… А вот что нужно делать, чтобы стул был неудобный? Например? «Ну да. Три ноги. Три ноги. Одно слово, да. Это какая у нас опасность тогда получается? Навернуться, да? Навернуться, да. А что еще плохого может быть в стуле? «Неудобное…» «Неудобное…» «В само сиденье…» «В сиденье…» «Да». «Ага». «Или он скрипит начинает, да?» «Или скрипит…» «Да». «Вот. «То есть масса неудобств…» «Ну, если этого ничего нет, то он удобный такой, в общем, да?» «А можно ли сказать, что в веб-приложениях…» «Ну, в общем, в пример, такая же ситуация?» «Вот. «И…» «Знаете, вы, наверное, ощущали, что вы заходите в какое-то веб-приложение, да? «Веб-сайт или еще…» «И вы делаете что-то, нет?» «Ну, не задумывайся, удобно, неудобно, да?» «В общем-то…» «Ну, как бы вот…» «Поль с кофеваркой, да?» «Удобно, неудобно…» «Вот. «И вот здесь вот как раз вопрос тестирования…» «И как раз позволяет все это выявить…» «Все эти вопросы…» «Все эти удобства, неудобства и так далее…» «Вот. «Кстати, вот…» «Важный момент…» «Сегодня, между прочим, праздник…» «Ворд Изабилити Дэй…» «Вот…» «Во всему миру отмечается…» «Во все…» «Ну, заодно он совпал…» «В общем-то…» «Ну, совпал еще с днем рождения нашего центра…» «И сегодня нашему центру 25 лет исполняется…» «Поэтому сегодня такие праздники наложились…» «В общем-то…» «Так вот, по поводу «Юзабилити…» «Что это страшное слово такое?» «Вот…» «Сначала надо понять, что мы, в общем-то, «такое…» «Вот здесь…» «Понимаем…» «С точки зрения терминов…» «Страшное такое определение здесь идет…» «Ну, что…» «Ничего не поделаешь…» «Свойства системы, продукции или услуги…» «Спасибо…» «При наличии которого установленный пользователь…» «Вот видите, какая страшная штука…» «Может применить продукцию в определенных условиях использования…» «Для достижения установленных целей…» «Несходимой…» «Ой…» 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 «Александр, страшно звучит?» «Вообще…» «Да…» «Заморочили…» «Заморочили…» «Абсолютно страшно…» «Вот…» «Ну, к сожалению…» «Знаете…» «Как из песни слов не выбросишь…» «Отсюда тоже нифига ничего не выбросишь…» «В принципе, так оно, в общем-то, и есть…» «А зачем нам оно нужно?» «Проверить работу системы…» «Вот система работает, не работает…» «Ну, скажем…» «Вы в интернет-магазин заходите…» «А там проблемы…» «У вас тоже проблемы тогда будут…» «Итак…» «Проект работы системы…» «Но…» «Вообще…» «Работа системы…» «Как можно проверить вообще работу автомобиля…» «То есть, вот так вот…» «Невозможно…» «Она стоит работать, не работает…» «Вот…» «Так…» «Может проверить систему…» «Но, допустим…» «Мы вот убились…» «Она заводится…» «Вот…» «Проект отдельной гипотезы…» «Например…» «Что нам от этой машины нужно?» «А может ли она, например…» «Что, например…» «Ну…» 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 «А какая специфическая особенность…» «Может быть какая-то там…» «Ну, например…» «Разогнаться до 100 км за 4 секунды…» «Да…» «Да…» «В принципе…» «Но мы…» «В принципе…» «Сейчас…» «Вот…» «Пока у нас вариантов решения…» «Пока нету…» «В общем-то…» «Выполнить измерения…» «Измерения мы можем выполнить…» «Вот…» «Найти проблемы и их причины…» «Вот…» «Но…» «Если вернуться вот сюда…» «Да…» «Установленные пользователи…» «Мы говорим про машину…» «А вот…» «Любой пользователь может пользоваться машиной или нет…» «Вообще…» «Наверное…» «Есть какие-то ограничения…» «А можно ли…» «Х можношь формировать это ограничение…» «Кто это будет?», «А какие бы Вы дали ограничения…» «些 по каким параметрам?» «Ну хорошо…» «А по возрасту…» «По возрасту можно какие-то ограничения…» «По возрасту…» «Угу…». «По полу, например…» «Вряд ли…» «Наверное…» «По полу…» «По полу…» «Вряд ли…» «Д copeи…» «Да…» «Вряд ли…» «Б helper Pi…» Ну, например, у него есть водительское удостоверение, да, но он, случилось несчастье какое-то, да, и у него удостоверение есть, машина есть, да, но он относится к нашей целевой аудитории, которая будет пользоваться этой машиной. Наверное, нет уже, да. Поэтому мы можем предположить, что если у него будут эти нарушения, например, то он, в принципе, будет проблемная ситуация уже. Например, как вариант, он слепой, да, и он едет на машине. Мы с вами говорим про установленного пользователя, и мы сейчас пытаемся промирать все черты его. Но, скажем, а, допустим, пользователь с точки зрения компьютера. Нет, ну, конечно, это не такие страшные ограничения, и размах здесь есть. Куда больше, да, но все равно есть. И можем ли мы сказать, что каким-то сервисом может пользоваться, ну, в общем-то, практически любой, а каким-то, ну, скажем, определенной аудиторией вообще? Нет, ну, есть. То есть определенной аудиторией может пользоваться. Ну, в принципе, любой человек. Ну, да. Но не будет, он ему не нужен, например. А кому нужно, да, вот что это за люди такие, да? Вот. А можно ли сказать, что у них будет какая-то своя специфика у этих людей? Можно их как-то понять, что это за люди такие? Можно понять, кто твоя аудитория? Конечно, можно понять. Ну, это надо разобраться очень тщательно, наверное, да. И, в принципе, здесь заходит речь о том, как исследовать вот эту аудиторию. И мы с вами говорим про юзабилити, да. И, в принципе, если мы собираемся, чтобы наш продукт как-то работал, то аудитория должна быть четко учтена. Конечно, это очень непросто понять с аудиторией, кто она такая. И разные решения использовать, чтобы, в общем-то, удовлетворить. Вот видите, можете применить продукцию. Итак, установленный пульс. Мы выяснят, кто это? То есть человек, который, в принципе, будет пользоваться этим сервисом. Будет пользоваться машиной, будет кому это нужно, да? Есть люди, которым это не нужно. Можем ли мы на них тогда учитывать этих людей, если о них очень-очень мало? Если получится, да, то, в принципе, почему нет? Но если нет, то нет. Вот, кстати, Александр, а какой самый-самый популярный сервис вообще в интернете есть, которым практически все могут пользоваться? Поиск, конечно же, поиск, да, поиск, в принципе, Google, да, Яндекс, там, вот. В принципе, как без поиска сейчас, да, жить-то, в общем-то, убери поисковую систему и никак. Вот, поэтому здесь даже это не обсуждается. И, может ли, в общем-то, я запускаю там Яндекс.ру. И, пожалуйста, у меня, может быть, какие-то проблемы с поиском, как вам кажется? Может, мы будем. Нет, нет, я имею в виду, что вот с этой страничкой, то есть я сюда зашел, чтобы найти, да? И, в принципе, что? Что мне мешает начать наискать? Ничего. Если не умеешь печатать, конечно. Да, если не умеешь печатать, то будет сложновато, да? Но даже если, например, начну печатать Москва, вы поняли, да? Даже я ошибаюсь, да, я не терю, он увидел это дело, и он это все переводит. То есть, в принципе, это сделано максимально, в общем-то, доступно для пользователей, чтобы они все могли использовать. Вот. И мы говорим про установленного пользователя, и этот пользователь максимально широкий. Алексей спрашивает абсолютно, в общем-то, значит, закономерно. А слабовидящие, да? Вот, слабовидящие. Что значит слабовидящие? Вы знаете, здесь вопрос такой, что если слепой пользователь, да, вот, может ли он работать с этими поисковыми системами? Вы знаете, тут вопрос, наверное, относится к тому, что эти люди уже будут использовать, наверное, экранные дикторы. У меня слушательница была одна, как раз у нее были проблемы со зрением, и она как специфически так смотрела, через телефон. Вы можете представить, она сидит и через телефон доску смотрит, вот через телефон. Плохо ей видно, а телефон, наверное, мог увеличить, чтобы она все видела. Вот, поэтому здесь для слабовидящих, а что мы можем посмотреть, Алексей, у вас такие сидели для слабовидящих? Экранные дикторы. Это сторонний софт, вы знаете, а экранные дикторы на самом деле нет, не сторонний софт. Я, честно, вот Windows 7 не помню, есть он или нет. А Windows 10 точно есть вот штуковина, экранный диктор. Так что, в принципе, он работает. Вот, единственное, что, чтобы он нормально работал, его нужно настроить нормально. Чтобы он, не то что его настроить, нужно страницу создать с учетом этого, чтобы он не начал зачитывать все, что там подряд, потому что это никому не нужно, конечно же. Но вообще вот эта тема, эта тема относится не к юзабилити, юзабилити мы сейчас разбираем по ходу дела, а к чему это относится, уверен, кто подскажет слово, к которому это относится. Вопросы слабовидящих, плохо слышащих и других людей с особенностями. Доступность, конечно же, доступность, доступная среда, доступность, accessibility такой термин американский есть. И по поводу доступности, в общем, кому интересно, есть такой закон 419, закон о доступности. Вот, в принципе, его надо будет поизучать. И вот эти вопросы, они сейчас, в общем-то, как раз весьма актуальны, и они затрагиваются на всех конференциях, и вообще программатуру старается, в общем-то, это дело зашивать. Вот, но по поводу Яндекса, боюсь, что здесь, видите, вот что можем сделать, здесь никакого звука нет, и все слепое придется печатать. Версий для слабовидящих здесь нет. Кстати, что интересно, для веба, конечно, слабовидящий, это самый тяжелый момент, установленный им пользователь, да, может применить продукцию. Ну, продукция у нас в данном случае что? Это вот веб-сайт, например, да, в определенных условиях использования. Вот, как он его использует? Ну, например, в какой ситуации, Александр, вам будет сложно пользоваться этим же Яндексом, как вы думаете? И мы с вами приходим к штуке, которая называется мобильным приложением. Вы пользуясь на мобильном телефоне интернетом, как вообще? Мобильное приложение Яндекс есть, да? Вот, но, допустим, у вас есть интернет, да, тут предлагаю ситуацию, что интернет тоже нет, Сергей, ну, интернет есть, допустим. Вот, и так, допустим, интернет у нас есть, да, все нормально. Но вы Яндексом, вы с Камин Камином пользуетесь, да, на телефоне как? Но какая ситуация, когда вам абсолютно некомфортно на мобильном приложении пользоваться? На ходу, наверное, нет? Да, за рулем. За рулем, как вы собираетесь, да, и тогда что может вам помочь, в общем-то, в этом деле? Голосовой ввод, вы используете его. С другой стороны, голосовой ввод сейчас очень сильно развивает, и поэтому, да, поэтому, видите, в определенных условиях использования, да, и мы с вами сейчас выходим на вот эти условия используем, что так нам тяжело использовать за рулем машин, но голосовой команду, понимаете, мы можем использовать вот так вот, да, вот, для достижения установленных целей. А какая цель может быть, когда вы поиск Яндексом? Так, найти информацию, да? Отлично, вы резервируете билет на самолет. Какая ваша цель? Купить билет на самолет. У вас совершенно явные цели. Вы заходите на наш сайт специалистов. Какая ваша цель? Найти курс, да, в принципе, возможно оплатить, выяснить расписание, да, там, цели, может быть, глобальные, а может быть, локальные, посмотреть вообще, да, то, что такого будет. Вот, но мы все это достигаем, но как это можно оценить? Видите, с необходимой результативностью и эффективностью удовлетворенности. То есть, например, вот мы, вы водили, сидя за рулем, пальцем на ходу, вот это поисковое, да, какая тут будет эффективность, да? Ну, очень плохая, да, удовлетворенность, будь страшная совершенно, вот, не страшно низкая. Вот, и, в принципе, мы с вами, оказывается, можем же это как-то замерить, а как это можно замерить? Вы видите, да, как вы наберете этот запрос? Сколько это времени замерят? Да, сколько вы ошибок сделаете? Сколько вы машин забьете при этом, да? Вот, поэтому, в принципе, вот эти вещи, все это можно замерять. И мы с вами, когда говорим про юзабилит тестирования, в принципе, вот оно как раз вот этими вещами и занимается. Мы тестируем все эти вещи, как это все работает. Вот, кстати говоря, а как это вообще может выглядеть, вот это юзабилит тестирование? Вот, смотрите, что это может быть? Во-первых, полевые исследования. А это означает, что мы на месте разбираемся. То есть, мы приезжаем к кому-то и разбираемся, как они работают. Мы хотим что-то автоматизировать, мы хотим сделать сервис. Мы смотрим, как они работают. Мы ищем узкие части. Вот это и есть полевые исследования. И чтобы понять, как они работают, да, мы должны что сделать вообще? Вообще-то у нас целая куча всего может быть. Например, интервью с пользователями. Вот так вот, интервью с пользователями. То есть, мы видим, как они работают, и мы спрашиваем, давай, расскажи, как ты вот работаешь, твоя схема работы. Бухгалтерия, например, та же самая, да? Мы можем с пользователями. Можем сделать опрос, например, пользователей. Чем это отличается? Интервью мы с ними беседуем, а опрос мы запустили, и они дружно опрашиваются там в течение недели, например. Потом, удаленное тестирование. Мы можем издалека предложить им тесты, например, вебинары. Мы можем предложить тесты, и они эти тесты будут выполнять. Но вопрос, как эти тесты построить? Ведь я могу создать тест так, что я сам выполню его, и смогу понять, о чем там идет речь. А они не смогут. Кстати говоря, в этом отношении есть тоже интересное такое наблюдение. Вот вы покупаете книжку по программированию, там, HTML, там, C, там, не важно что. Да, мне абсолютно тяжело стоять на позицию пользователя. Вы ее читаете, вы понимаете, что я полным идиотом. Потому что вроде все написано, но вы ничего не понимаете там, что написано. Хотя вроде по-русски написано, все нормально. А все же заключается в том, что книжка написана опытным человеком. Он профессионал в этом деле. Он прекрасно знает свою тему. Прекрасно. Он ее прекрасно излагает. Но он не понимает, что люди не знают этой темы, и он излагает для тех, кто не знает. А люди, и сразу у них начинается, он что-то вначале не понял, и ушло, в общем-то, это дело. И поэтому получается, что когда человек изучит тему, он эту книжку читает, он и понимает. Но зачем она тогда им нужна вообще уже? И здесь, при принципе, тоже самое получается, что мы должны стоять на позиции, пользователей. Это очень сложно. И поэтому, в принципе, предусмотреть, как он будет работать, это непросто. Александр, вы заставили 5-дюймовый диск этой? Помните такие, да? Да, да, да. Вот теперь представьте себе ситуацию. Инструкция. Написано. Первое. Вставьте диск 1. Диск 1. И запустите программу такую дисковую. Потом второе действие. Вставьте диск 2. И запустите, нажмите это. Вот, третье. Вставьте диск 3. И нажмите вот это. Пока понятно? Ну да. Логично, да? Логично. Логично. Как вы думаете, в чем заключалась ошибка пользователя? Что он сделал не так? Какой операции здесь не указано? Он не написал, что надо будет очень дешевле. Совершенно верно. Смешная ситуация, когда преподаватель подходит и с ужасом наблюдает, как там 2 или 3 дискеты уже торчат в дисководе. Пятидюймовый, можно было их несколько штук засунуть. Поэтому здесь вот так вот вы написали. Никому в голову не пришло, да? Или там другая ситуация. Там, например, тоже один хороший человек приводил пример. Написано, знаете, команды, которые на телефоне звездочка, 100 решетка. И написано, берите звездочка, 100 решетка. Вы говорите, наберите. Ну, что вы сделаете тогда? Наберите звездочка, 100 решетка. Ваше действие? Я, например, нажимаю на звездочку. О, решетка. Совершенно верно. Написано, наберите звездочку, 100 решетка. Не написано, что нажмите позвонить. Или, например, они могли позвонить. Звездочка, 100 решетка. Ну, они, в принципе, позвоните по телефону, что это такое, вот телефон, нажимай звонок, а наберите, это просто набрать, и что-то должно произойти. Вот такой маленький нюанс, он может сразу целую кучу проблем создать для пользователей. И поэтому, в принципе, когда мы удаленные тестирования, здесь настолько коварный момент, что это сами, вот видите, здесь еще написано, сценарий поиска, то, что поиск должен сделать. Вот мы ему говорим, пишем, да, первое, второе, третье, да, понятно это, мы ему расписываем действие. Он должен сделать, но должен правильно нас понять, потому что если он неправильно поймет, мы получим неправильный результат здесь. Вот, а что такое неправильность здесь, да, вот этот вопрос интересный. Вот, тестирование с помощью iTracking, это когда, знаете, отслеживает движение взгляда, система, она смотрит, куда смотрит пользователь, вот, а там еще есть всякие клики, там и прочее, там он щелкает по экрану в разных областях, и там тоже можно отслеживать. Вот, то есть вот такие варианты тестирования, здесь небольшое количество, но вот эти вот вопросы, они касаются как раз юзабильности тестирования вот этих исследований. Вот, кстати говоря, тоже интересный вопрос, хорошо, мы получили вот эти данные, что с ними дальше делать? Вот, как их можно понять, как их интерпретировать, как можно поймать проблему, вот, это все относится к юзабильности тестирования, вот, как раз эти вещи. Вот, и вот там по повдодзыву, вот, так, вебинар, попробуйте сейчас сформировать вот такую небольшую табличку. Так, что это такое? А это вот такой опрос идет, а сайте, например, специалист.ру. Вы там хотите пойти тоже на этот опрос? Как? Ну, на нашем сайте были специалисты? Мы на 8. Были, да? Ну, в принципе, как, можете попробовать сформировать свои впечатления? Красивый, там, удобный. Вам шкала понятна сейчас? От 1 до 5. От 1 до 5. Там вы там выбираете, что нужно, там где-то около 8 вопросов идет, и кнопочку отправить потом. А приятно имеется в виду, на взгляд приятный, или как? Ну, Маш, это честно субъективно, вот, как вы поняли. Ну, вот, сейчас у нас идет, сколько народу, там, 14 человек. У вас получилось? Ответили, да? Все нормально, без проблем, там, все справились, да? Вот, вот вам передо, такая форма опроса была. А сейчас мы что видим, в общем-то? Так, вопрос, или это не по теме, этот сайт подтормаживает. Это можно... Андрей, я здесь этот вопрос такой, как бы, чтобы просто показать, да, вот это вот, как опросы делать. У нас больше такого рекламного плана, вот этот вебинар идет, вот. И поэтому два раза удобный, наверное, в то, что тоже, как бы, промахнулся где-то. Вот, и почему синоним, да? Дружные, стандартные. Вы знаете, а вот здесь вот интересный момент. Это все, с одной стороны, стандартные, а с другой стороны, разные нюансы есть. Вот, и, может быть, ответы немножечко разные. Но, вы видите, сейчас вот я вам шкалу такую выдал, да, сюда, 5 баллов хватило, 5 как вообще, 5 уровней, да? Или лучше 10 там. Видите, дружественный его назвали, профессиональный назвали, удобный назвали, эффективный, неэффективный. Один человек сказал, что он эффективный, да, остальные пожалели его, приятный, в общем-то, стандартный. Вот, поэтому, в принципе, вот эти вот синонимы, они позволяют больше нюансов как раз от поиселя, в общем-то, взять. И здесь мы уже должны сформировать вот эти термины, которые мы хотим исследить, что мы хотим мерить среди нашей публики. Ну, сейчас пока, как вам кажется, вот, глядя на эти результаты, все неплохо? Ну, да. Все неплохо. Но по каким параметрам у нас провал? По эффективности, да, по эффективности у нас, в общем-то, провал. Ну, в общем, если не идеально, скажем прямо. А вот почему он может быть неэффективный? Вот, наверное, после не смогли свои задачи там решить какие-то, как вариант. То есть они пытались, либо это очень сложно, эти задачи решать, да, а это не помогает. Мы на курсе юзабилити рассматриваем такие вопросы тоже, в общем-то. Вот, Алексей Федоров, да, в общем-то, перегружен инфой, согласен совершенно. Вот, ну, здесь вот вопрос, как его сделать так, чтобы он был нормальный, да, и не перегруженный. Вот мы сейчас проводим вот такой опрос. Что это нам дает? Это нам дает понять, в общем-то, что, в принципе, все неплохо, но, видите, у нас есть над чем работать, в общем-то. Профессионально, да, видите, вот народ как-то заценил его. Вот, теми ответы у нас получат. Вот, поэтому, в принципе, мы все это можем отследить. И вот эти вопросы через опрос вполне нормально решаются. Но, допустим, мы увидели, что он неэффективный. Вот, у нас вот, как бы, вот он, провал по эффективности. Вот, мы хотим проверить, в общем-то, убедиться в этом. Что тогда мы можем сделать? Как вы думаете, для этого? Как можем проверить, где он неэффективный? Вы знаете, да, можно вопрос на эту тему сформировать, но здесь уже опрос может быть не очень помочь. Почему? В принципе, мы можем просто отслеживать сценарий работы пользователя, как вариант. У нас есть карта кликов, как он работал с этим сайтом, например. Мы можем понять, что есть тогда. Google Analytics, слышали такое страшное название, да? Слышали? Яндекс, этот, как, метрики, да? Можно ли без них здесь что-то обойтись? К сожалению, нет. В принципе, без этих возможностей здесь уже нам, в общем, не то же делать нечего, но мы, как бы, сложно нам будет понять, что к чему. Но, по поводу сценариев пользователя. Мы можем написать сценарий какой-то. Мы можем создать хитрый сценарий, который, в принципе, проверяет то и другое. Там, в общем-то, разные операции. Алекс пишет, разное понимание терминов сильно может повлиять. Ой, тут была смешная ситуация. Возможно, у нас есть дизайнеры, конфириваются семинария на нашем. И вам, наверное, знакомо понятие сетка. Вот как может заказчик понимать слово сетка? Вот экран, вот сайт. В понимании дизайнера сетка – это модульная сетка. В понимании заказчика – это запросто, может быть, например, знаете, это сетка – это линия. Сетка линий, да? И все говорят о сетке, но сетка разное понимание идет. И здесь, конечно, терминология – это очень такой тонкий момент. И то, что мы сценарий составляем, Костель должен что-то сделать, то мы должны четко понять, чтобы он все однозначно понял, что от него нужно. Все от него требуется, чтобы он что-то сделал. Как сценарий составлять и как тестирует вот эти самые сценарии – это, в общем-то, отдельная наука, и что мы будем проверять. Тут, если представить себе, что вообще любой веб-сервис – это вот такое что-то навороченное, это вот куча узлов, которые там пересекаются каким-то образом. Это идет сюда, это сюда, сюда, потом пошло сюда, например, сюда, может, еще как-то вот так пойти. То мы можем сценарий провести каким-то образом, вот так вот, например, можем провести как-то вот так вот. Для разных там поездов мы можем чуть раз этот сценарий предложить, чтобы проверить все траектории полета пользователя по нашему сайту. Но как это все сделать, вот эти вопросы как раз к вопросу тестирования относятся. Вот такой вопрос на засыпку. Что здесь не так? Что тут такое страшное случилось? Так. Ну, здесь на первый взгляд бросает, что-то не хватает. А пользователи смутило здесь другая ситуация в вебинаре. Вы поняли, что использователи смутило? Шапка нет. Нет, 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 нет. Здесь шапка… Шапку можно было бы даже не заметить. Но вот эту вот штуку, разброс цен, да, видно какой? Вот. Как вам? Ничего такое вот? В принципе, от 65 до 80 тысяч. Вот. И вам сейчас заставляет заполнить паспортные данные, электронную почту. Видно, да? Вот. И вывести вот этот разброс. У вас нет ощущения, что чего-то вам нет желания заполнять эти данные в виде на такое, да? Вот. Есть у кого предположения, почему так получилось? Ну, это может быть от него… Не буду мучиться, потому что время сейчас так на мучение протянем. Это технологические нюансы. То есть по-другому быть не может. То есть данные могут быть заплатные, платные данные, и система должна по определенным правилам запросы делать, и данные должны предоставлены, чтобы она смогла сделать запрос. Если нет данных, то по протоколу как бы так это все идет. Вот. Но вопрос такой. Поисли ужасно, не нравится. В общем-то, комиссия от трех тысяч до трех тысяч рублей. Ну, такой неизбежный такой домоклый вещь. Ты платишь три тысячи рублей, но от и до. И вот хорошо. Пользователь видит вот такую ситуацию. Он видит, что ему от него требуется понять. Он не знает о технологических сложностях. Вопрос. Что вот… Мы видим эту проблему. Мы видели его затруднения. Как мы можем помочь этому пользователю вообще? Что можем для этого сделать? Ускорить процесс мы не сможем. Извините, мы не сможем. Мы протокол нарушаем. Да? Вот. Но юзубилист. О чем он думает? О ком он думает? О пользователе, да? В чем у нас сейчас проблема? Проблема в том, что пользователь видит вот этот разброс. Пользователь видит этот разброс. Он его смущает этот разброс. А еще больше смущает, что он должен при этом заполнять вот эти данные. Вот. Пользователь вопрос. Зачем ему эти данные заполнять? Почему? Лена пишет. Выяснить, что влияет на цену? Вы видите там, окончательную стоимость заказа вы можете узнать на следующем шаге. Это видна вся надпись, нет? Да. Вот. Это нас видна. Но почему они у вас запрашивают вот эти данные? Пользователь видит, он цену не знает, а данные от него уже требуют, в общем, хорошо вне кредитную карточку. И почему тогда бы не объяснить Пользователю, что нам эти данные нужны, чтобы выполнить запрос. Эти данные необходимы, так сказать, для работы системы. Чтобы он понял, что это не просто наша блажь, а это необходимо, в общем-то, для корректной работы. Как сформулировать вот такую задачу? Да. Чтобы Пользователь не обиделся, чтобы он понял, и чтобы он спокойно ввел без этих напрягов. И чтобы у него не вызывало эти разные странные ощущения. А то получается, как там, из технических причин, Польз, что-то дальше не идет и так далее. Поэтому вот эти моменты надо учитывать. Вот АБТ-тестирование. АБТ-тестирование мы проверяем, какой вариант лучше работает, что значит лучше. А как можно понять, что-то лучше работает на сайте интернет-магазина. Ну, например, Пользователь быстрее положил товар в корзину. Это аргумент? Да, да. Народных академов больше. Абсолютно верно. И вот эти АБТ-тесты, они позволяют проверить, что, в общем-то, какой вариант лучше работает. Одним Пользователь дается один вариант, другим другой, и сравнивают, как они работали. Вот какое ваше впечатление? Какой из этих вариантов лучше? И здесь вопрос такой, что Пользователь как бы должен нажать вот эту кнопочку, try it free. То есть он должен попробовать, в общем-то, левый или правый. Ну, в принципе, они одинаковые, но и одного символа. Да, вариант. Там, видите, получается, две строчки идет, да? Вот это вот, вот это вот текст. Здесь идет одна строчка. Видите, чуть по-другому построена вот эта фраза. Мне кажется, левая, да? Левая, да? Да. Но, что интересно, в общем-то, как ни странно, победила версия B, B, версия B, вот, она реально увеличила вот эти вот доходы. То есть, в принципе, она, как бы, она, ну, по факту, она смогла опередить версию A, по факту чего. Вот. За счет чего? Вот это отдельный вопрос для размышлений, потому что все пользователи выбрали вариант A. То есть пользователи на тестирование, да? Те, кто проходили тестирование. Вот здесь, по опросам, по опросам сейчас, да? Пользователям показывают картинки, они выбрали вариант A. А на самом деле сервис более эффективно с вариантом B сработал. Представляете, да? Вот как это можно учесть? Для этого речь идет об ошибках. Вот это обо тестировании. Не то что ошибках, а нюансах, которые мы не смогли учесть. Что-то еще повлияло на это. Карта клей. И, кстати говоря, по поводу еще такого момента, если брать специалистов, ну, например, какую-то практикум, как минимум, сам анализу. Сейчас первый пункт. Ну, вот. И вот эта кнопочка записаться. Она вот она. Вот она. Но если бы она была красная, например, да? Это улучшило бы ее нажимабельность. Или нам не особо нужна она здесь для нажимания. Понимаете? То есть вот эти нюансы. Это все обо тест как раз позволяет проверить. Но, возможно, поискель сюда особо и не жмет. Потому что ему надо не сюда нажать. Ему нужно зайти, посмотреть программу курса, например, выбрать там, когда там занятие, кто преподаватель и так далее. Вот эти моменты он должен выбрать. А карта кликов создается как раз по Google Аналитикам, где Андекс Метрикам показывает, как после кликали, куда они больше кликали. Ну, видно, что вот сюда они больше кликали. Видно, да? Гораздо больше, чем вот эти на этой детали. Что они вот туда кликали, туда кликали. В принципе, помимо карты клик, конечно, есть еще карта переходов, может быть. Как поискель ходили по сайту. И тогда мы можем потом анализировать, смотреть, что поискель делал, какую операцию он выполнял и как он шел к этой операции, в общем-то. То есть мы можем все это тщательно анализировать и поведенческие факторы после потом учитывать. Но это уже как сопрячь с аналитикой. Айтрекинг – это как поискель смотрел. Вот у него начало взгляд, потом куда-то туда ушло, потом сюда, потом сюда. Кстати, неудивительно, что направление первое – это взгляд попало на лицо. Поэтому эти моменты айтрекинг должен учитывать, конечно. И отсюда мы делаем вывод, что сюда поискель смотрел. Посмотрел ли он, куда нам нужно было. Например, мы хотели, чтобы он увидел вот эту штуку, например, и синенькую. То есть мы надеялись, что он по ней нажмет. А здесь вообще ничего нет. Видно? Вообще никак. То есть не так, не сяк. Он с глазом прошел, его это никак не привлекло. Никак не завлекло. Нет, возможно, что он, конечно, это увидит, потом ее нажмет, что нужно. Но мы бы хотели, например, чтобы он сюда нажал. Поэтому здесь айтрекинг вот эти вещи позволяет учитывать. И мы как раз сейчас у нас в разработке курс по изобилии тестирования находится. Это уже у нас есть курс просто по изобилии, где мы с интерфейсами воюем. А здесь мы уже будем тестировать и проводить различные проверки, достаточно серьезные, по поводу как раз именно изобилии тестирования. Это первый момент. Потом еще для мобильных устройств планируется отдельный курс дизайна юзабилити, где именно мобильные устройства будут как раз отслеживаться. И еще, может быть, кто слышал, Adobe XD сейчас вовсю выходит потихонечку. И для прототипирования, в принципе, мы скоро тоже вот этот курс ведем. Поэтому это у нас в планах находится. Поэтому у нас семинар, посвященный вот этой тематике, я немножко затронул тестировать. Но эта тема такая очень глобальная. И на том курсе как раз мы планируем ее более тщательно заложить. Субтитры создавал DimaTorzok